Зелёный рай Дикие острова Режиссёр Оливье Лямур Индонезия Эндрю и Морит обожают подводное плавание. Они проехали весь мир, прежде чем нашли свой собственный рай. Они изучали морские глубины Таиланда и Малайзии, исследовали километры побережья и морского дна в окрестностях Суматры и Папуа, Новой Гвиней. Они выучили индонезийский язык, а затем отправились на необитаемые острова, чтобы познакомиться с их богатой, девственной природой. Их рай расположен вдали от морских путей к северу от Австралии и к западу от Новой Гвиней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова перестали путешествовать по свету. Их райский остров носит название Батбетим. Вот мы и дома. Добро пожаловать на Батбетим. Через четыре года планирования и строительства их мечта об Экокурорте воплотилась на этом пустынном острове. Их задача – защитить сокровища местной природы и поделиться ими с несколькими клиентами. На берегу Лазурной бухты расположен ресторан, центр дайвинга из десяток бундала. Гостиница работает совсем недавно. Первые гости появились всего шесть месяцев назад. Одновременно здесь принимают не более двадцати увлеченных дайверов. Они приезжают из самых разных стран – США, Германии, Швейцарии, Италии, Испании. Эти люди первыми открывают для себя красоты нового рая. Доброе утро. Как прошло погружение? Тишина, покой и некоторая изолированность острова Бадбетим создают определенные трудности. Готовы отплыть в Саронг? Да, а что, будет еще почта? Нет, думаю, можно не ждать. Поехали. Мы используем этот катер для доставки припасов из города Саронга, который находится в 150 километрах отсюда. Катер бывает там раз в неделю. Путь нелегкий. Мы привозим овощи и другие продукты, а также строительные материалы, вроде цемента. Катер доставляет питьевую воду и пиво. Море бывает обманчивым, сейчас оно спокойное, но иногда случаются шторма, и доставка припасов задерживается, и осложняется. Как прошло погружение? Мы хотели не просто заняться дайвингом, но и принести пользу этому региону, как местным жителям, так и окружающей среде в целом. Мы выбрали для себя направление экотуризма. Конечно, мы и сами любим подводные плавания, а также хотим, чтобы наши гости получали удовольствие от дайвинга. Но еще мы желаем всего самого лучшего местным жителям и местной природе. Такова наша концепция. Думаю, в нашей работе есть несколько граней. Первым делом мы решили создать 200-километровую природную зону. Это было частью договоренности с местными властями. В этой зоне запрещена рыбная ловля, причем там не рыбачат как местные жители, так и мы. Вы не увидите там ни одной рыбацкой лодки. Кроме того, там нельзя собирать черепаховые яйца. Наши сотрудники регулярно патрулируют эту зону. В последние 2-3 десятилетия по всему миру резко сократились популяции акул, главным образом из-за популярности супа из акульих плавников. Мы начали строительство на берегу бухты 3 года назад. В то время здесь совсем не было молодых акул. Но где-то через полтора года мы заметили, что в бухте появились первые акулы. И чем дальше, тем больше. Молодым акулам нравится мелководье, наша бухта им вполне подходит. Сейчас здесь обитает около 10 молодых акул. Это уже второе поколение. Первый появившийся здесь молодняк уже подрос и отправился к рифам. К счастью, рифовых акул становится все больше. Популяция постепенно восстанавливается. Это радует. Смотрите. Так что, я надеюсь. Так что, я надеюсь. Смотрите. Фантастика! Удивительные существа! Такие красивые! От Палау до Шарм-эль-Шейха, от Дурбана до острова Тау и пролива Лэмбе Это название известно во всех самых популярных местах для дайвинга. О нем говорят все. Раджа Ампат. В прозрачных водах близ этого архипелага можно полюбоваться богатейшим разнообразием видов морской флоры и фауны. На счет три. Раз, два, три. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Понравилось? Ближайший от Бадбитима населенный пункт находится на острове Мисол, до которого нужно добираться на лодке полдня. Это крупнейший остров в архипелаге Раджампа. Его площадь составляет 2000 квадратных километров, а джунгли острова до сих пор не исследованы. Когда Эндрю и Морит решили открыть курорт, им пришлось вести переговоры с папуасскими властями. Именно папуасы владеют этими обширными территориями, включающими сотни островов. С их одобрения участок национального парка получил статус заповедника. Эндрю и Морит благодарны властям за сотрудничество. Желая принести пользу местной общине, они приняли решение не приглашать уже обученных сотрудников с Бали, а обучать и нанимать персонал из числа жителей окрестных деревень. Понятия не имею, почему здесь так много детей. Такое ощущение, что нас окружают миллионы малышей. Эндрю и Морит регулярно приезжают на встречи с администрацией, чтобы согласовать дальнейшие планы. На сегодня у них запланирована беседа с имамом, мусульманским учителем из деревни Фафалаб. Обычно на подобных встречах затрагиваются вопросы охрана окружающей среды и судьбы региона. Расскажите, какая разница между рыбной ловлей в прошлом и в настоящем? Разница огромна. Когда я был молод, мы защищали природу. Мы относились бережно не только к земле, но и к морю. У нас были очень строгие правила рыбной ловли, за нарушения которых применялись наказания. Рыбаки имели право забрать домой лишь крупную рыбу, молодняк отпускали в море. Однако все старые правила были утрачены. Сегодня человек живет ради денег. Все куда-то спешат. У людей нет времени на заботу об окружающей среде. День лет назад мы уже взяли его. Если мы не потеряем, как мы не потеряем. Как мы потеряем? Субтитры сделал DimaTorzok Эндрю и Морит интересуются не только дайвингом и новыми проектами. Эта земля с ее богатой экосистемой постоянно дарит им сюрпризы и новые открытия. Вот это место я и хотел вам показать. Мы обнаружили его пару лет назад. Как-то мы разговаривали с одним стариком из соседней деревни, и он рассказал нам, как бабушка возила его сюда полюбоваться наскальной живописью. Мы решили проверить это место и обнаружили множество петроглифов. Это что-то удивительное. Мы уже приближаемся к рисункам. Этим очертанием, нанесенным красной краской, почти 5000 лет. К сожалению, местные жители не знают, как появились эти рисунки, они не рассказывают никаких легенд, связанных с ними. Предположительно, их оставил какой-то другой народ, который жил здесь еще до появления нынешних племен. Некоторые петроглифы сохранились очень хорошо. Давайте притормозим, чтобы их рассмотреть. Даже не знаю, что именно они означают. Я хорошо вижу очертания дельфина, а также рыбьи кости. Сверху очертания ладони. Вероятно, эти рисунки оставили в то время, когда уровень воды был метров на 10 ниже. Почему эти петроглифы нарисовали в таком труднодоступном месте? И почему все рисунки расположены вертикально? Они как будто направлены к небу. Потрясающие рисунки. Черепаха передана довольно точно. Очень красиво. Скорее всего, рисунки имеют символическое значение, а место их создания использовалось для религиозных ритуалов. Мы покидаем побережье и отправляемся исследовать новые живописные места. Помимо красот архипелага Раджа-Ампат в Индонезии, есть еще красоты горной цепи острова Новая Гвинея. К слову, остров Новая Гвинея является вторым в мире по величине после Гренландии. Ежедневно в этих горах совершают посадку порядка 30 самолетов. Расположенный на высоте 1400 метров город Вамена является единственным крупным населенным пунктом в долине Бальян. Когда-то коренных жителей навещали только миссионеры-дейтнологи, а сегодня Вамена становится большим городом. Готовы отправиться в путь? Еду и все необходимое мы взяли. Все в полном порядке. Бебас – индонезийский проводник, который отправляется вместе с Барбарой и Сильвио в горы. После месяца погружения на острове Бадбетим, они решили изменить обстановку и осмотреть высокий плато Новой Гвинея. За пределами Вамены Бебас полагается на опыт выживания в походных условиях. Для Сильвию и Барбары он нанял пять папуасских носильщиков, на плечи которых легла забота о провианте и багаже. В этих горах даже самая незначительная пешая прогулка превращается в целую экспедицию. Наступил сезон дожди. Даже самые маленькие ручейки долины Бальем, того и гляди, выйдут из берегов. Барбара, вы в порядке? Отлично. Не волнуйтесь. Нам помогают прекрасные люди. Да, они замечательные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дебас и его спутники продвигаются на восток. Они приближаются к ущельям, через которые протекает бурлящая река Бальем. Горная цепь простирается с востока на запад. На этих высоких платох живут папуасы, которые до недавнего времени находились в изоляции от остального мира. Для некоторых племен доисторические времена закончились только в 30-е годы 20-го века. Долина Бальем населяет племя охотников и собирателей, именующих себя Дани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, внизу есть деревни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА